Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программы Калейдоскоп. И сегодня мы вам расскажем об интересных людях и их увлечениях. В общем-то, наверное, совсем недавно в магазинах нашего города стали появляться такие необычные предметы, которые многие используют как элемент декора, не подозревая о более высоком их предназначении. Мы сейчас говорим о ловцах снов. Что же это такое и какова история этого предмета, мы вам сейчас расскажем. Сейчас уже невозможно точно определить, где и когда был создан первый ловец снов. Это настолько древний амулет, что теперь уже вряд ли удастся достоверно восстановить историю его создания. Однако считается, что ловцы снов были изобретены индейским народом Аджибва в Северной Америке. О пиках популярности пришелся на 60-е и 70-е годы 20 века, когда началось паниндейское движение. Тогда идея ловца снов была перенята другими народами и племенами, и вместо личного амулета он стал символом единения индейских племен. В настоящее время ловцы снов популярны среди поклонников среды Нью-Эйдж и являются просто сувениром, утратившим всякую магию и чары. Однако с древности до нас дошли легенды о смысле и значении ловца снов. По одной из них ловец захватывает хорошие сны, спускает их по перен к спящему, а через отверстие в середине отводит злые сновидения. По другой же версии наоборот. Ловец пропускает через отверстие хорошие сны, а ловит как раз кошмары, задерживая до рассвета, когда солнечные лучи испепеляют их. Ловец снов считается детским амулетом. Раньше он представлял собой круг из ивового прута. В традиционном обереге внутри него была сплетена паутина из оленьих жил. Она украшалась природными материалами – сушеными ягодами, растениями, деревьев и натуральными камнями. Еще одним обязательным его атрибутом являлись перья. Если амулет делался для девочек, то использовали перья совы, а для мальчиков брались перья орла. Сегодня внешний вид ловца снов, скорее всего, соотносим с древним его вариантом. Однако считается, что магазинные изделия не несут большого смысла и не обладают силой древнего талисмана. И все-таки то, что мы видим в магазинах – это не совсем канонические пловцы снов. Но в нашем городе есть человек, который изготавливает эти предметы по всем правилам. Знакомьтесь, Алена Воронина. Интерес к индейской культуре появился у Алены еще в детстве. Тогда она зачитывалась книгами Майнрида и с удовольствием смотрела фильмы с Гойко Митичем. Ну а потом так получилось, что она заинтересовалась ловцами снов. Сначала мне просто нравилось. Это как… ну и как сейчас это больше идет, это как предмет декора уже. Но почитав и попробовав, я поняла, что это на самом деле очень огромный силы оберег, во-первых. Это очень энергетический предмет, который многое может принести. И тогда уже начало получаться немножко по-другому. То есть это уже с какой-то немножечко волшебной стороны. То есть есть целая… это целая практика. Начав работать с ловцами снов, Алена поняла, что все легенды об этих удивительных предметах имеют под собой реальное основание. Сегодня мастерица делает ловцов снов и на заказ, и для себя, и своей семьи. Так что об их волшебном воздействии она знает не понаслышке. Когда-то просят ловец для ребенка, чтобы он лучше спал для грудного. Когда-то просят ловец, чтобы на самом деле снились сны. И действительно начинают сниться очень красивые сны, цветные. Мне раньше не снились сны. Кстати, могу рассказать, что никогда я просто считала, что их просто забываю. Ну вот такие короткие сны. И когда я сделала свой первый ловец, правильный ловец, я его правильно зарядила, так как нужно, вдруг ночью мне приснилось синее море, причем такого изумрудного цвета, я не рассказываю, я не придумываю, точнее я рассказываю. Вот, ну, это было. И с тех пор начали видеть сны. Это было лето, это были каникулы, все дети были у меня у бабушки. Приехали дети, я сплела им вот этот вот наш ловец. Это из детской ловец такой. Вот, и здесь ящерка с ребеночком как раз. Сплела им ловца, повесила у них в комнате. И думала, что им больше будет как-то для красоты. Но дети стали удивляться, говорит, так снится много снов, стало очень много. Вообще, по словам Алены, то, как будет работать ловец снов, зависит от того, с каким зарядом его делают. Он может работать по-разному. Наверное, правильно, вот так. То есть, он может отсеивать сны, он может принести какой-то определенный сон, который вы ждете, с какой-то определенной целью, с каким-то вопросом, который вы хотите узнать. Есть интересные очень шаманские ловцы, они плетутся немножко по-другому, они уже для шаманских практик, для каких-то. Есть ловцы-обереги. На самом деле, все зависит от того, что вы вложите в этот ловец, когда вы его делаете. То, что продается в магазинах, конечно, всего лишь предмет декора. Чтобы ощутить на себе его волшебные действия, нужно, чтобы делал его знающий человек, или же вы сами. Ведь, по сути, это несложно, главное знать основные правила. Вообще, правильный ловец снов, он делает чаще всего из ивы. Это ива, собранная, опять же, на растущей луне. Но сейчас в городских условиях очень сложно найти, поэтому чаще всего можно взять это пяльца. Естественно, должно быть натуральное дерево, если вы хотите сделать настоящий ловец. Это дерево. Либо продаются такие вот замечательные венки в магазинах декора. Можно тоже их как-то обыграть. Вот, ну, это нитки. Чаще всего я беру шерсть, потому что это натуральные материалы. Это перья, опять же. Это шелк, это ленты какие-то. Ну, вот с шелком я работать начала. И как-то изначально они чаще всего идут без лент. Но вот мне нравится. Вот мне это близко. Это ракушки могут быть. Какие-то определенные бусины. Ну, и уже какие-то мелкие элементы декора. Это уже по состоянию души. Потому что вы хотите сделать. Сделать амулет может каждый. Для этого нужно только желание, усидчивость и, как уже говорила Алена, верный настрой. Тогда вы сможете сделать ловец соснов, который подойдет именно вам. Ну, раз уж у нас речь пошла о таких экзотических увлечениях, я думаю, стоит нам вспомнить о Диане Мхитаряне. Помимо того, что она прекрасно танцует танец живота, является отменным кулинаром, Диана может нарисовать мехенди. История искусства росписи тела узорами из хны насчитывает много столетий и носит название мехенди. Некоторые считают, что мехенди зародилась в Индии. Другие утверждают, что туда оно попало лишь в XII веке. Однако наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что искусство росписи хной берет свое начало еще в Древнем Египте. Там хну использовали как косметическое средство для окрашивания ладоней и стоп фараонов во время мумификации. В Индии мехенди используется практически на всех торжествах и праздниках и является частью многих религиозных обрядов. Ни одна свадьба в Индии не обходится без церемонии мехенди, когда накануне торжества вся женская половина собирается на вечеринку и разрисовывает руки и ноги не только невесте, но и всем собравшимся дамам. Считается, что чем насыщеннее и замысловатее узор, тем счастливее будет жизнью молодоженов. Сегодня мехенди становится популярным и в нашей стране. Рисунки хной делают в некоторых салонах, но мало кто знает, что делать их можно и в домашних условиях. Именно так поступает известная танцовщица Диана Мхитарян. Так как я связана с Востоком и очень люблю это все, я узнала об этом, ну я узнала совсем недавно, где-то два года назад. Мне очень понравилось, я спросила, что это, я увидела в Египте, мне объяснили. И я как бы давно хотела что-то такое себе нарисовать на руках хной, но я понятия не имела, что это можно сделать все в домашних условиях. Вот, мне объяснили все как, что, ну сама начала этим заниматься, потому что я все-таки люблю на свой вкус делать, нежели доверять кому-то что-то. Сегодня Диана покажет, как рисовать хной узоры, традиционные для индийской свадьбы. Для этого она использует специальную покупную хну для мехенди. Некоторые смешивают, варят ее специально. Я просто покупаю, это самый такой легкий вариант, купить вот такую вот хну. Она в кулечках уже готовая. Для создания мехенди, кроме хны и масла, вам потребуется воображение и готовность изобразить нечто необычное. Сегодня мы будем рисовать рисунок, который, ну примерно, что могут нарисовать родственники, сестры, невесты. То есть невесте в Индии рисуют однозначно девушки, которые близко к ней, да, то есть ее подружки, сестренки, родственники и так далее. И в своем рисунке они обязательно ей что-то желают. Диана начинает свою работу с пальчиков. Не обязательно разрисовывать их полностью, можно сверху заполнить одинаковым орнаментом, а более тщательно разрисовать только один, например, безымянный. Для украшения она использует растительный орнамент. Любая какая-то растительность – это символ здоровья. Все, что связано с растительностью. Здоровье и благополучие в семье. Когда рисуют птичек, голубей, всяких павлинов, это означает, что невеста выходит замуж по любви. Если рисуют рыбок, то желают есть здоровых детей и много детей. Также среди узоров мехенди, если хорошо присмотреться, можно найти имена возлюбленных. Далее за растительным орнаментом и цветами на руке Дианы появляются птички. Ну а мы слушаем ее рассказ о традициях, связанных с мехенди в Индии. У некоторых считается так, что пока держится у невесты мехенди, она не должна выполнять никаких домашних дел. Ни готовку, ни стирку, ни глажку, ни уборку, ни что-то еще. А у некоторых свадьба длится столько, сколько держится мехенди. В детстве Диана мечтала стать художницей, но с ее точки зрения, чтобы украсить себя мехенди в домашних условиях особых художественных направлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok